Спасибо огромное за приглашение на столь прекрасную сессию. И мы очень хотим воспользоваться этим, и наш опыт передать, и наши опасения, что где мы видим. И очень хотела бы, чтобы вы обратили внимание на нашу презентацию. Действительно, сейчас мы имеем серьезные информационные системы, федеральные государственные информационные системы. Они и в области ветеринарного надзора, фитосанитарного, в области учета пестицидов и агрохимикатов. И вы видите цифры. Это цифры, говорящие о том, что у нас огромное количество пользователей этих систем. Мы интегрированы с более чем 20 странами, иностранными государствами. Конечно же, мы интегрированы с очень серьезными системами хозяйствующих субъектов. То есть, по сути дела, на сегодняшний день мы говорим о том, что Россельхознадзор имеет платформу, состоящую из ряда информационных систем. И самое главное, что эти информационные системы и содержат большие данные. Большие данные непросто сохранять, и вы об этом говорите. Это, в первую очередь, информационная безопасность. Но большие данные надо еще уметь эксплуатировать. Большие данные нужно еще уметь анализировать. Для чего государству вообще нужны большие данные? Для того, чтобы мы, конечно же, были более защищены. Мы используем большие данные для того, чтобы понимать ситуацию, которая влияет на биологическую безопасность страны, которая влияет на пищевую безопасность страны. Вот на примере цифрового ветеринарного надзора здесь показана техническая начинка нашей системы. Вы видите, что без искусственного интеллекта, который мы используем в аналитической системе, мы уже не можем проанализировать. У нас там около двух петабайтов данных. Соответственно, введя сейчас 30 моделей искусственного интеллекта, которые мы разработали при поддержке СБЕРа, мы сейчас стопроцентный охват анализа данных имеем. Обрабатывается более 46 миллионов ЭВСД в час. Надо сказать, чтобы было полное понимание. Система прослеживаемости ветнадзор строится на прослеживаемости по электронным ветсертификатам. Любая продукция животного происхождения, она движется на рынке до потребителя, от производства до потребителя с помощью ветсертификата. И он у нас в электронном виде. То есть вы понимаете, что вся отрасль, животноводческая отрасль, от производства до переработки, она вся уже оцифрована. И ей надо действительно управлять. Наша задача не допустить биологических угроз, наша задача не допустить отравлений, ну и всяких остальных негативных последствий. Что мы видим? Вот начали мы использовать искусственный интеллект с июля прошлого года. За 10 месяцев на больших данных, Алан правильно сказал, потому что он не просто пользуется, он обучается. Искусственный интеллект наш, это технология генеративная, то есть он на своих же собственных выводах дообучается, если мы ему даем обратную связь. Становится точнее, становится умнее. Вот две этих тенденции, которые на слайде вы видите, что у нас сократилось среднемесячное число выявленных транзакций с признаками риска. Риски разного рода, начиная от серьезных рисков, там фальсификации продукции, кончая с руками годности, или, например, километраж. За короткое время грузовик с продукцией переместился, например, из Москвы до Красноярска, ну, предположим, за 6 часов. Видно, что это же невозможно сделать. Соответственно, искусственный интеллект вытягивает вот такую транзакцию. Так у нас сейчас в полтора раза сократилось число вот таких транзакций. Однако подтвержденные нарушения, они увеличились. Что это говорит? Это говорит о том, что мы вскрыли ящик Пандоры, мы думали, что мы эффективность свою поднимем, а оказалось, что мы нагрузились еще большей информацией и должны принять еще большее количество решений. Вот вся эта платформизация, которая идет в государстве, она совершенно меняет экономические конструкции отраслей. К чему она ведет? В первую очередь, вот с моей точки зрения, она ведет к ускорению и к необходимости ускорения скорости принятия решений. Когда мы с вами выцепили такое количество нарушений, нам же нужно что сделать? Нам нужно, чтобы сейчас человек перепроверил, а правильно ли искусственный интеллект программистами, по сути дела, запрограммированный механизм, правильно ли он вытянул. Сейчас нормативных основ заявить, что он все сделал правильно, не перепроверив инспектором, невозможно. То есть это сейчас еще не легализовано. Я, скорее всего, с этой болью здесь, чтобы вы вот это услышали. Во-первых, конечно же, мы должны понимать, и мы сейчас уже никуда не денемся от той информации, которой владеем, и мы должны правильно ей управлять. Вот для интереса я вам хочу сказать, какие популярные виды нарушений есть. Это и подмена сырья и продукции, изменение качественных характеристик продукции, легализация, неучтенный вброс. Чем это грозит? Не только возможными потерями здоровья человека и животных, потому что эта эпизитуация может быть серьезная, но еще обмана потребителя. Это снижением ВВП в целом. Конечно же, недополучатся налоги, не будут выплачены вовремя и в нужном количестве пенсии и так далее. То есть тут, конечно же, все взаимосвязано. Здесь у нас, конечно, мы что говорим сейчас? Мы хотим, чтобы на примере нашей ситуации было понимание о том, что пора фиксировать, и мы предлагаем в разрезе применения искусственного интеллекта в КНД, в какое, так скажем, законодательство необходимо вносить, может быть, изменения, для того, чтобы ту производительность труда, которую мы видим, а мы рассчитали, у нас, по сути дела, эффективность выявления выросла в 90 тысяч раз. Ну вот вы представьте, в 90 тысяч раз, и сколько же надо тогда человек, чтобы перепроверить за ним, за искусственным интеллектом? Ну нет, невозможно же сделать. Соответственно, мы должны совместно сейчас выработать стандарты, значит, утвердить эти алгоритмы, сделать целостную систему стандартизации вот этих вот технологий, чтобы каждый поверил друг другу. Ведь смотрите, как бывает. Мы выявляем в своей части, но параллельно мы видим, что они еще и налоги не доплатили. Вы знаете, правовой режим есть 10% НДС, это по пищевым продуктам, и 20% НДС. И мы видим, что в сырье-то нет животноводческого сырья, а они 20% не платят, они 10% хотят платить. Это мы отдаем в налоговую. Но налоговые сами имеют хорошие системы, сами имеют искусственный интеллект, они говорят, да, давайте-ка выгрузки нам все, мы будем все смотреть, и это длится, длится и длится. Если в этом случае они все равно, конечно, доведут до конца и будет наказан тот, кто неправильный режим налоговый применяет, то в случае, если надо срочно изъять продукцию из оборота, это чревато, сами понимаете, последствиями для потребителя. Вот, поэтому тут два аспекта. Первое, это, конечно же, нам необходимо составать целостную систему стандартизации всех технологических решений по искусственным данным, по большим данным, вернее, по искусственному интеллекту. Потому что хранить большие данные мы уже научились. Мы очень неплохо отражаем кибератаки. То есть с этой точки зрения мы тоже очень все уже умеем. А вот использовать искусственный интеллект, использовать большие данные и иметь на них большие преференции для роста ВВП, для роста благосостояния наших граждан, вот здесь нам еще предстоит обучаться. Спасибо огромное. Спасибо. 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 Спасибо.